По словам главы региона, с сентября в Рязанской области будут готовить специалистов по четырем направлениям. Социально-культурная деятельность, режиссура, народная художественная культура, а также библиотечная информационная деятельность. Павел Малков отметил, что на ближайший учебный год планируется набрать около 100 студентов на очную и заочную формы рязанского филиала МГИК. Обучение будут вести преподаватели федерального вуза и лучшие рязанские педагоги. На 20 апреля запланирован день открытых дверей рязанского филиала. На улице Почтовой состоится концерт с участием студентов вуза, а в Рязанской библиотеке имени Горького организуют консультации по вопросам поступления. Напомним, в феврале 2020 года филиал МГИК в Рязани закрыли, что сопровождалось скандалом в связи с методами ликвидации имущества филиала. В эфире нашего телеканала выходил сюжет на эту тему. 26 февраля 2020 года мы общались с выпускниками, студентами и преподавателями вуза. Цитирую, у нас в регионе много театров, музеев, библиотек, но не осталось ни одного профильного вуза. После закрытия рязанского филиала МГИК талантливые ребята уезжают учиться в другие регионы, остаются там жить и работать. А рязанские учреждения культуры не могут найти специалистов. Ситуацию надо менять. Конец цитаты. Отдельный важный вопрос – судьба здания Института культуры на Театральной площади. Объект культурного наследия пустует уже несколько лет. Требуются серьезные средства на реставрацию здания. Вместе с коллегами из Федерального центра серьезно занимаемся этим вопросом, пишет губернатор в своем канале. До решения вопроса со зданием студенты рязанского филиала МГИК будут учиться на базе библиотеки имени Горького и других учреждений Рязани. Субтитры создавал DimaTorzok